Добрый день, уважаемые телезрители. С вами Ангет Ким. Сегодня у нас в гостях Игорь Евгеньевич Нитусов, заведующий капитал рекламы Союза общественности и дизайна Российско-экономического университета Инни Приханова, политический консультант. Игорь Евгеньевич, насколько, на Ваш взгляд, сегодня актуален консенсус элит? Возможно ли объединение элит для следа в том, на какой основе? Элит в России существует, потому что в настоящий момент в России есть сильный лидер. И, соответственно, этот лидер, он объединяет вокруг себя элиты, которые его поддерживают. Игорь Евгеньевич, который сохраняет социальную и политическую стабильность. И существующие, ну, они заинтересованы стабильностью, по крайней мере, партии, которые существуют в консенсус элит. Второй путь, по которому консенсус элит, что они заинтересованы, это то, чтобы увеличить роль объединения России на мировые и народные процессы. Что укладывает эти понятия национальной идеи? Национальная идея – это нечто, что объединяет большую часть населения и является, в первую очередь, движущей силой для политического класса, для политической элиты и экономической, и научной, и общественной, и социальной элиты. На мой взгляд, в настоящий момент, если говорить о национальной идее, которая объединяет 80 или больше процентов населения, то такой идеи не существует. Мы не будем иметь в виду, применитизировать национальную идею, да, например, идею, что все там хотят мира, никто не хочет войны, вот национальная идея, все там хотят. Вы считаете, это очень, что, ну, как это абстрактная идея, то есть не должно быть, это не может быть являться национальной идеей? Ну, это не является национальной идеей обычно, потому что это очень общая идея, и здесь нету никакой специфики, потому что, когда речь идет о национальной идее, здесь очень важно два слова – национальная идея. В чем же национальная идея Россия, что хочет мира? В других странах, там, 90 процентов населения других стран, они тоже хотят мира, поэтому, говоришь, национальная идея – это очень расширяется. Национальная идея – жить как можно дольше. Кто с этим спорит? Все с этим не спорят. Поэтому национальная идея должна внести в себя определенную миссию, смысл существования нации в сообществе национальных государств, которые существуют в мире. Какая идея основания данного государства? Например, у Соединенных Штатов их национальная идея – это внести и там демократию, и свободу в другим странах. В Советском Союзе была национальная идея внести социализм, новый строй, новую формацию в другие страны, пригласить. А как сейчас? Какая у нас сейчас национальная идея? Капитализм? Ну, строго говоря, она не формулируется. Капитализм – это не национальная идея, это общественный строй, это факт. У нас, насколько я понимаю, как общеприимутый концент сусственной формулировки национальной идеи, по-моему, ее нет, а с тем не сейчас. Ну, об этом говорят и к этому стремятся, да? То есть и социологии, политики? Да, были сомнения, об этом говорят, к этому стремятся, так же, как и много лет болельщики сборной России по футболу, говорят, и стремятся к тому, чтобы Россия стала хотя бы раз в истории чемпионом мира по футболу. Но от разговоров и стремлений, с одной стороны, достижение результатов этого гостя – это очень большая дистанция. Поэтому то, что национальная идея, говорят, и подмечает, что она есть. Кто из отечественных политиков для вас является авторитетом и почему? Для всех является авторитетом Владимир Владимирович Путин за счет того, что является сильным политиком, который проводит определенные решения, как бы к этим решениям ты ни относился. Им удалось выстроить машину принятия решений и подчинить своей политической воле большую часть политических лет. Каким видится будущее Российского союза? Я не вижу большого будущего Российского союза, большого будущего, я имею в виду великого будущего. Но кисокупность государств, которая заключила взаимовыгодные, выгодные, построила выгодный союз с экономической точки зрения, это один из союзов, но я не вижу никакой великой миссии, что этот союз интересен кому-то еще, кроме членов этого союза. Поэтому в себе задач я его не вижу, наверное, будет четверт, потому что это, судя по всему, невыгодно, но, по-моему, не будет того. Сегодня в Нижней Корее производят очень много продукции и вкладывают в российскую экономику. Как вы считаете, кто будет фаворитом будущего, Южная или Северная Корея? Словно, наша политика не очень поменяется, потому что в каком-то смысле слова России выгодна система особых отношений с Северной Кореей, так как немного стран могут похвастаться этой системой особых отношений с Северной Кореей, и поэтому здесь нет никаких оснований, соответственно, устраивать какие-то, принимать решения с Северной Кореей или с Южной Кореей. Это все равно как более драматический, международный любой фрагмент, а именно отношения России и Азербайджана с одной страны, и России и Армении с другой страны, несмотря на наличие конфликтов между Азербайджаном и Арменией на воронах Абаха. То есть Россия удается сохранять отношения и с той, и с другой. Возможно ли сегодня перезагрузка между Россией и США? И расскажите более подробно об этом. Отмена санкций западных государств по шее России никого не будет, оно идет в течение ближайшего года, двух лет. Теперь перезагрузка отношений, но она объективна будет, исходя из того, что пришел новый президент, но американская политика достаточно нервна, и здесь я с тихотом верю, сильно задеваю, что там координаты изменят систему этих отношений, потому что санкции будут сохраняться, и так, иначе отношения правящего класса Соединенных Штатов к России будут сохраняться, которые обусловлены ситуации в Украине в первую очередь. Я имею в виду, как-то, революционных прорывов отношений к России и Соединенных Штатов, и с такой нового президента. Эти отношения будут, с одной стороны, базироваться на голом трагматизме, что очень хорошо, и Трамп, и Путин, прагматистный человек. С другой стороны, повторяю, правящий класс Соединенных Штатов не изменит, включая, в первую очередь, в Украинскую партию, которую формально поставляет Трампа, оно не изменит отношения большого к России. Поэтому, в это свое слово, американская политика, наверное, она не настолько субъективизирована в этом смысле, как в России, и поэтому, новый президент, влядайтесь, что-то сильно изменит. Кто является все-таки надежным союзником для России среди восточных стран? Женщина Китая. Я считаю, что Китай – это у нас третий дейский союзник, и они лежат здесь причины, имеют с ним плохие отношения. Может быть, хорошие отношения. Какие отношения к Китаю, например, с США? Ну, и да, и нет. Отношения к Китаю, которые будут в США – это одна история, отношения к России и Китаю – другая история. То есть я здесь не вижу большой связи, что если отношения к США и Китаю будут хорошие, поэтому в России с Китаем должны что-то ухудраться, или отношения к США и Китаю будут плохие, отношения к России и Китаю, что улучшится, должны. Это, скорее всего… То есть Россия заинтересована в хороших отношениях с Китаем, вне зависимости от того, какие отношения к Китаю есть с Соединёнными Штатами. Как выглядело, что это Китай уже здесь может политику смотреть, если ухудшается отношение с Соединёнными Штатами, бросаться в объятия северному соседу, то есть России, либо не бросаться на это решение китайской политической элиты, а российского политического элита и российское отношение с Китаем, на мой взгляд, достаточно ровнее и стабильнее, постоянное для того, чтобы приветствовать. Спасибо вам за интервью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова